НАТОвцы абсолютно сошли с ума. Пентагон заявляет, что Украина может использовать новое оружие для ударов по российским объектам в Крыму. Ясно, что для НАТО вообще ничего неинтересно, кроме Крыма. Еще год назад помет, ну и соответственно его начальники говорили бы о каком-то недопустимом явлении, о каких-то красных, желтых и коричневых линиях. Говорили, что мы как бахнем, а сейчас, смотрите как, он это воспринимает как факт, как данность, что ракеты выдаются Украине для того, чтобы фигачить по военным объектам на территории оккупированного Крыма. Причем не просто выдаются или будут выдаваться, а мы уже фигачим в полный рост. Конечно можно больше и лучше. И вот что у Модозвона? У него пропадает интерес к боям в Донецкой области, к самым кровопролитным боям. Он говорит, что только Крым важен. Единственное, что важно для маньяка, ну и типа для Рашки. Хотя опять же, вот эти вот выпады в части того, что обязательно НАТО надо захватить Крым, ну то есть Украина освобождает, НАТО туда заходит и на что там? И там начинается, скорее всего, по их мнению, геевечеринка. Нет, будет просто жизнь, жизнь без... И последние 10 лет показали, что это и есть счастье. Там же иначе была одна. Им вообще, в принципе, это Украина, вот совсем не интересно. Им нужен Крым. Им изначально с 14-го года военно-стратегически имеет значение исключительно Крым. Все остальное это обременение. Ну, если говорить объективно, с военно-политической позиции. Это же они о себе говорят. Им реально *** этот Донбасс. Они все испаганят, разрушат и по большому счету даже в публичном пространстве идут вот эти вот заявления, что мы сейчас все там уничтожим. И восстанавливать, даже если какое-то время там будет контроль Российской Федерации, никто не будет эту территорию. Главное показать, что мы велики. А дело исключительно в Крыме. Так вот хочется сказать, а почему вот это вот так начало болеть после 14-го года? А, потому что вы оккупировали эту территорию всего-то навсего. И когда планируемый контрнаступ, единственная цель которого была, ни Донецк, ни Луганск, это все им не нужно. Ни выход на границы, это им все было безразлично. Для них было единственное, что важно, это перелезать дорогу Крыму и взять Крым. Все. Если бы это было действительно так, то контрнаступление в районе Работина, оно было бы поддержано томогавками, самолетами, ну и другими средствами поражения. Ну, в общем, много было сказано по поводу того, что на этой войне нужно не только читать устав НАТО, а нужно его постоянно совершенствовать. Потому что Россия это такая страна, это не талибов гонять в горах. Хотя у них кое-что есть общее. Ну, отношение к смерти своих солдат. Ну, тут такие. Чем их больше того, тем лучше. Лить слезы и высказывать пацифистские заявления в отношении российских солдат можно, но не сегодня. Извините. Хотя я им всегда говорю, ребята, ну у вас же есть выбор, или уйти, или умереть. Многие выбирают умереть. И это странно. Вот с точки зрения как раз западной логики, западной ценности человеческой жизни. А вот на запад они уже почему так уже шкрябаются? Потому что рано или поздно эта модель, она просто интересней. И китайские друзья, они все равно живут так, что не тянутся к ним. Не хотят почему-то представители других народов и стран переехать в Китай. Вот в Европу ломятся все, в том числе китайцы. И в Штаты ломятся все, в том числе китайцы. Ну, наверное, вот это и есть критерий. Правильно? Правильно. Что там с Крымом? Что там с аэродромами? Наши ракеты летят. Будем бомбить. Крымские аэродромы – это одни из основных площадок, на которой базируется наша армейская авиация. И плюс все эти аэродромы, в общем-то, не оборудованы защищенными ангарами для базирования тех же вертолетов. Там К-52, Ми-28, Ми-24. А чего не оборудовать? Вот как у белорусов сделали. Надо, надо. Белорусы построили свои аэродромы высокой степени защиты. Конечно. Они стараются публично не говорить о том, как что-то гудящее, смертоносное прилетает по аэродромам на территории Рашки. Вот полоса в Кукущевке, в Краснодарском крае. Что там прилетело хорошо. Вой на болотах, зэк-военкоры орут, что нужны эти укрытия и так далее. Но в официальной пропаганде, соответственно, на ТВ можно говорить о том, что нужно укреплять аэродромы, строить убежище и укрытие для самолетов. Только в Крыму поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Лучше всего уйти под землю, но в крайнем случае построить, так сказать, защищенные ангары. Потому что даже пропуск одной ракеты в исполнении, в кассетном исполнении, может, так сказать, вывести из строя значительное количество авиатехник, которые находятся на открытых площадках. Гениальное открытие, кто бы мог подумать. Нужно срочно телеграфировать в штаб-квартиру Альянса. Пришлите кассетные боеприпасы. А уже? Уже все работает? Уже получается? Есть тактика целая. Сначала там летят дроны, разряжают они свои комплексы ПБО, за ними летят разные ракеты, в том числе кассетные. Джанкои хорошо получилось. Их так там подожгло, что даже, опять же, федеральная ТВ об этом говорила. А они просто так тему эту бы не поднимали. Это же, понимаете, это же не Орс какой-то, про который можно забыть. А тут Джанкои вынесли комплексы С-300 и С-400. Последние модификации, гордость маньяка, то, что он называл, аналогов нет. А тут прилетели американские ракеты 30-летней давности и все сожгли на радость украинцам. Это время просто нужно. Я не знаю, почему это не было сделано раньше. Да не так много времени на это надо, если по типу Хмимима построить защиту как-то. Вывод один. Нам тоже нужно торопиться, нам нужно бить по аэродромам, причем еще раз, не только вам, на территории оккупированного Крыма. Если полоса используется для нанесения ракетно-бомбовых ударов по Украине и находится она в Воронежской области, ну, вывод-то он очевиден. Через какое-то время тактическая авиация, она будет перебазироваться все глубже и глубже, ближе к Москве. А потом российские пилоты будут говорить, отступать некуда, позади Москва, ну, и будут выдергивать рычаг катапультирования. Ну, а далее что? Плен, уроки украинского языка, деноцификация. Вот Йемен сбил недавно раптор за 30 миллионов. Все передали, вот этот беспилотник американский. Сколько мы говорили на нашей передаче уже месяцев, что этот разведчик-раптор летает вдоль нашей границы, направляет это оружие на наших людей. Ну, давайте уже объявим, говорю я, объявим, что вот эта бесполетная зона отодвигается, и давайте будем сбивать этих разведчиков. Если мы в прямую говорим, что американцы участвуют в наведении, почему мы не сбиваем средства разведки, которые принимают участие в этом наведении? Боимся эскалации? Какой? Пролив, им не товарища Сталина, охлаждает в момент любую эскалацию. Даже удивительно, как у них Крым воспалился. При этом это все идет в контексте того, что дело Путина, оно не вечно. Маньяк сдохнет, и, соответственно, и подходы российского руководства будут меняться. Ну, тут можно долго дискутировать на эту тему, изменится ли российский народ, нет. Но у них все-таки вот эта вот вертикальная система, она очень сильно зависит от головы. Если в голове ветер, как у Владимира Путина, и отсутствие аналитических способностей, тогда кровь и война. Если человек с каким-то адекватным каким-то восприятием, то он подумает, действительно, зачем продавать газ и нефть Китаю со скидкой пока 30%, а завтра скидка будет 70%, если можно торговать и с Китаем, и с той же Европой. И могут быть изменения. Короче, Крым им болит. Их почему-то не очень радует это объективное продвижение российской армии по Донецкой области. Так будет не всегда. Не всегда так будет. Ну, на войне бывает. А тренд, он вот такой. Ну, так давайте сделаем все, чтобы ни одного российского самолета, вертолета, пилота, солдата не было не только в Крыму, ну и вообще на территории Украины. А если он уж и останется где-то, то только и исключительно где-то под землей. И будет расти из него подсолнух солнечных. Субтитры создавал DimaTorzok